Вот то ради чего стоит приезжать в Крым. Стоит один раз приехать в Алушту и вы влюбитесь в нее навсегда. Пускай все ваши желания сбудутся, пускай у вас сбудется все. Всем привет, наши дорогие любители Крыма и путешествий. И сегодня я в компании с этими Дедами Морозами приехал в Алушту. Будем вместе с вами гулять, наслаждаться воздухом, смотреть как выглядит предновогодняя Алушта. Как она украшена, сколько людей на набережной. Ребята, на календаре 17 декабря. Температура воздуха здесь в Алуште плюс 6, плюс 7 градусов. Светит яркое солнышко и даже не верится, что идет зима, что скоро Новый год. Кто из вас приготовился к Новому году? Кто приедет в Крым на Новый год с этими Дедами Морозами? Пишем свои комментарии и смотрим видео. Погнали! Да, конечно, зимняя Алушта отличается от летней Алушты. Людей не так много, пляжи пустые, но как же она украшена? Ребята, Алушту уже украсили к Новому году. Поставили различные новогодние инсталляции. И перед нами вот там новогодняя елочка Алушты. Подойдем ближе, все посмотрим, все покажем. Дует легенький ветерок. Прогуляюсь я сегодня по центральной набережной. Ну, а потом вы увидите видео с набережной профессорского уголка. Колесо обозрения не работает. Работают различные магазины сувениров, крымской косметики. Также различные столовые и кафе работают. Ребята, потому что Алушта это круглогодичный. Сюда можно приезжать каждый год. Извините, чуть не оговорился. Не каждый год. Приезжать каждый год, конечно, нужно. Можно приезжать каждый сезон в Крыму. Ведь Крым, он прекрасен и многогранен. Классно. Смотрите, вот она, новогодняя елочка. Она уже установлена, она уже украшена. Звучит из различных кафешек. Музыка, кафе тоже украсили. Вот погуляйте по Алуште. Проголодались. Захотели кофейку. Зашли, купили себе кофе, различные сэндвичи, хот-доги, бургеры. Можно покушать и более основательно. Ну, а здесь, возле музея самоцвета и камня, из репродукторов звучит щебетание птичек. Классно, ребята. Да, не подумайте, что это живые птички. Вот там вот на деревьях установлены репродукторы. И звучит щебетание птиц. Здесь люди гуляют, дышат воздухом. Жители Крыма приезжают в Алушту, к морю, чтобы надышаться. Выходят местные жители на набережную погулять, посмотреть на людей и себя показать. Ну, и, конечно же, здесь, в санаториях, отдыхают жители России. Ребята, они приезжают зимой. Они наслаждаются зимним Крымом. Конечно же, вот здесь, возле пирса, различные кафе, чебуреки. Люди кушают чебуреки. На Берме кормят голубей. Установлена инсталляция, которая уже много лет здесь, в Алуште. Вот тот фотоаппарат. Вечером все это должно светиться, переливаться. Но, к большому сожалению, до Нового года в Алушту я уже, наверное, не попаду. Видео из Алушты я буду снимать, скорее всего, уже в следующем году. Давайте сразу выйдем к морю и покажем вам море. А пока мы смотрим, как ходят голуби. Люди их кормят. Собака лежит там устала, греется на солнышке. Солнышко сегодня тепленькое, классное. Небо затянуто облаками, но не такими вот зимними свинцовыми. Они темные, но, ребята, снега в Крыму нет. Сегодня я выезжал из Симферополя и было минус один. Утром рано шел мелкий снежок. Но этот снежок слегка припорошил крыши автомобилей. Вот оно, море. Вот то ради чего стоит приезжать в Крым. Жду от вас комментариев, кто приезжал в Крым зимой, кто приезжал весной, кто приезжал осенью, кто видел Крым не только летом, кто приезжает в Крым не ради пляжного отдыха, а чтобы узнать Крым полностью, чтобы насладиться природой Крыма, чтобы увидеть весь Крым. Не только валяться на пляже неделю, две, десять дней, месяц, смотря у кого какой отпуск и какой толщинный кошелек, конечно же. А кто именно приезжает на курорты Крыма и потом катается по всему Крыму, смотрит, ходит по музеям, ходит в лес, ходит в горы. Но мы продолжаем вместе с вами гулять по набережной Алушту. Стоит один раз приехать в Алушту и вы влюбитесь в нее навсегда. Да, ребята, сюда приезжают семьями, сюда приезжают поколениями. Люди более старшего возраста приезжали сюда еще со времен Советского Союза. Потом приезжали с детьми. Их дети привозили своих детей. И действительно, Алушту стоит посетить. Стоит здесь отдыхнуть, ведь атмосфера курорта Алушта она просто прекрасна. Смотрите, как украшено Алушта. Вот эти вот инсталляции устанавливают из года в год. И вечером, как я сказал, набережная Алушта переливается всеми цветами. Классно, великолепно. Прогуляться по набережной, конечно же, шикарно. Да, уже не так много людей отдыхает на лавочках в тени деревьев. Потому что, ребята, сейчас зимой, если улыбленного солнышка, люди, как правило, нежутся на солнышке. Они пытаются насладиться солнечными лучами зимой. А ведь где-то в средней полосе, на севере России, в Москве, в Санкт-Петербурге, лежат сугробы. Мороз трещит. А здесь у нас, в Крыму, смотрите, какая благодать. Солнца. Снега нет. Конечно, хочется немножко снежка, что припорошило снегом. Хочется вот такой зимней сказки. Но, ребята, вот эта атмосфера южного берега Крыма, она просто прекрасна. Сегодня Ирочка, к большому сожалению, не смогла приехать на съемку. Но, надеюсь, то, что вы увидите и что я вам расскажу, вам понравится. Продолжаем свое движение по набережной Алушты. Смотрите, различные развлекалки присутствуют. И сейчас вот эти вот электрические детские машинки. Дети катаются, родители входят рядом с пультом. И мы уже вместе с вами дошли до знаменитого Алушинского фонтана рыбак. Насколько я знаю, скульптуру рыбака уже установили. И некоторые люди, конечно, возмущались. Это не тот мальчик с рыбой, который был раньше. Но вот эту скульптуру ее сделали так, как она выглядела в старые времена, во времена Советского Союза. Фонтан. Ребята, заметьте, 17 декабря. Скоро Новый Год. Фонтан работает. Скульптура рыбак установлена. Очень долго власти Алушты, конечно, делали эту скульптуру. Когда-то на месте рыбака стоял слоник, потом слоника или убрали, или украли. Но, смотрите, как классно. в декабре на набережной шум моря, шум фонтана, свежесть, сосновых деревьев, различные экскурсионные группы. действительно, чем заняться в Краму зимой. Это различные экскурсии, это наслаждение тем, что туристов не так много. Все к вашему, так сказать, удобству, для вашего удобства. Все для вас. Нет толп на различных достопримечательностях, в кассах, в различные музеи. Можно посещать спокойно, самостоятельно. Можно брать различные экскурсии. И сегодня, конечно, на набережной люди одеты разномастно. Кто-то уже одет в теплые куртки и теплые шапки, кто-то гуляет в более легкой одежде. Конечно, я думал сначала не одевать куртку, погулять просто в пайте. Но все-таки от моря идет прохладный ветерок. И не хочется простудиться, заболеть перед Новым годом. Давайте выйдем на один из Алушинских пляжей и покажем вам море. Вы послушаете шум волны. Ведь море, оно прекрасно в любое время года, в любую погоду. Когда оно нежное, не штормит. И когда оно штормит, когда стихия разбушевалась, всегда приятно смотреть на море, и слушать шум прибоя. Походить по пляжу, пошуршать галькой. Водичка сегодня прозрачная, чистая. Вот только посмотрите. И еще пару слов про общепит в Алуште. Как я сказал, открыто очень много столовых, очень много кафе. Голодным вы не останетесь. Различные кафешки, забегаловки, где можно взять гамбургеры, хот-доги, выпить кофейку. Я вам об этом сказал. Так что, ребята, в Алушту приехать нужно, даже зимой. Просто погулять, как гуляют многие вот эти вот люди. Оздоровиться, ведь, ребята, это классно. Еще одна инсталляция. Открыты различные магазины. Кто приезжает в Алушту и не хочет питаться в столовых и кафе, можно покупать продукты, что-то готовить. И вместе с вами мы подошли к Калужчинской ротонде. Да, возле ротонды новогодние инсталляции. Все это украшено, все это прекрасно. Люди фотографируются, делают селфи, фотографируют детей, отсылают фотографии родным, близким. Ведь по всей России у многих людей живут родные, близкие, знакомые. И человеку очень приятно получить фотографию из солнечной, бесснежной, алушты, когда за окном трещит мороз, когда за окном метровые или полуметровые сугробы. И сразу же захочется приехать сюда, приехать в Крым, посетить этот прекрасный уголок России. Да что там в России? Мира! Ребята, природа Крыма, она неповторима. В Крыму очень много различных достопримечательностей. За один приезд вы просто не сможете все это увидеть. Ну и здесь, возле ротонды, очень много рыбаков, которые ловят рыбку. Возможно, у кого-то хороший улов, а возможно, сегодня кому-то и не повезло. Добрый день, а есть улов сегодня? Нету, нету, говорят нету. Ну и конечно, центральный городской пляж Алушты. Летом он забит отдыхающими. Некуда яблоку упасть, некуда постелить полотенца. А сегодня вы видите, он пустынный, только редкие люди гуляют по пляжу, наслуждаются атмосферой, зимние Алушты, солнечным деньком, теплым, действительно теплым, ребята, плюс 6, плюс 7 в декабре. Это прекрасная, великолепная погода. Конечно, во время шторма и урагана, который прошел в Крыму буквально три недели назад, это со дня съемки видео, немножко пляж моря забрало, ну, к лету все это разровняют, отсыпят и будут прекрасны. И немножко прогуляемся по Приморскому парку Алушты. Заходим и сразу детская площадка. Родители приходят сюда с детьми, проводят здесь время. Ребят, ну, действительно, это классно, теплый денек, выйти погулять, взять своих детей, они нарезвятся на различных вот этих вот горках. И также, опять же, новогодние инсталляции здесь, в детской площадке. Очень зелено, очень великолепно, чистый воздух, воздух моря, смешанный с воздухом хвои, зеленая травка. Действительно, даже не верится, что, как я сказал, декабрь месяц, что скоро наступит Новый год, что вы будете сидеть за новогодним столом, загадывать желания и желать, чтобы все ваши желания исполнились. Помимо основных желаний за новогодним столом, вы будете загадывать, чтобы отправиться в путешествие в следующем году, загадывать, чтобы приехать в Крым, чтобы приехать на курорты Краснодарского края, Абхазии, кому что по душе. Кто-то, может быть, захочет поехать на зарубежные курорты. И, ребята, хочу вам сказать, пускай все ваши желания сбудутся, пускай у вас сбудется все, пускай в следующем году у вас все будет, все, что сами себе пожелаете. Да, мы видим, что немноголюдно, но все-таки делаем скидку, что это зимний Крым, что это зима. Ну, ребят, неужели это зима? Смотрите, травка зеленеет, солнышко блестит, ну, еще не хватало, чтобы ласточка с весной к нам прилетела, а все-таки весна, она совсем скоро. Скоро вы доедите свой холодец, свое оливье, другие новогодние салаты. Пройдут месяцы зимы, наступит весна, и уже нужно паковать чемодан и отправляться в Крым, в Крым к морю. Ну, а на этой позитивной ноте, когда вам уже захотелось приехать в Крым, может быть, некоторые начали уже паковать чемоданы, складывать различные вещи, летние, зимние, осенние, весенние, кто-то уже загадывает, не дожидаясь боякуранта, желания приехать в Крым, я просто вынужден, это совсем не длинное видео, закончить, не заканчивается, все хорошее сбудется, сбудется все то, что вы загадали, и вы обязательно приедете в Крым к нашему прекрасному морю. Всем пока и до встречи в следующих выпусках.